У игроков на поле за плечами десятилетия опыта в одном из самых увлекательных и любимых мужчинами всех возрастов видов спорта – футболе. Вот уже четвертый год в городе Щелково проходит турнир среди ветеранов, посвященный памяти щелковских футболистов. В этот раз соревнования по мини-футболу состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе. Более 40 представителей ветеранских команд по мини-футболу собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе, чтобы почтить память щелковских футболистов. Участвуют спортсмены из Москвы, Королева, Люберец, Ногинска и, конечно же, города Щелково. За любимой игрой встречаются не просто поклонники футбола, но старые друзья. Часть из них не один год играли в одной команде, внесшей огромный вклад в развитие щелковского футбола – клубе «Спартак» Щелково. В этом году команде исполняется 25 лет. Многие ее участники продолжили профессиональную карьеру в качестве спортсменов и тренеров. На таких встречах с удовольствием общаются со старыми знакомыми и вспоминают тех, с кем когда-то выступали на поле плечом к плечу. Их память на турнире почтили минуты молчания. Особое внимание уделили также игрокам, которые стояли у истоков щелковского футбола – команде хлопчатобумажного комбината имени Калинина. Пожалуй, она буквально является частью истории города Щелково. «Сегодня вот говорили, что людей помнят, пока о них жила память. И многих людей мы вспоминаем здесь. Ну и плюс, конечно, встретиться с друзьями, с которыми вместе играли в команде мастеров, с которыми играли за ветеранов, в городе пообщаться. Конечно, это большое значение имеет для каждого человека. Где-то после 15 лет игр за командой мастеров я попал в Щелковский «Спартак». Меня пригласили для того, чтобы команда вышла из третьей лиги во вторую. Это был 1994 год. Ребята, которые шли прежде временем, мы с ними здесь начинали большой профессиональный футбол в Щелково. Это и Макеев, Леша, и Поликарпов, и Андреев. То есть те ребята, которые стояли у стоков Щелковского профессионального футбола, вот мы здесь с ними. И вот этот турнир, конечно, имеет большое значение. Я постоянно на него приезжаю. Уже несколько лет Андрей Серебряков вместе с помощниками собирает нас, устраивая турниры, посвященные памяти ушедших футболистов. Я считаю, что очень нужное, полезное дело. С 1 января 1992 года и по 1997 я провел здесь в «Спартаке» в Щелково. Играют среди ветеранов. В этот день не только профессионалы, но и просто фанаты захватывающей игры. Николай Капитонов увлекается футболом с первого класса. Постарался передать такую любовь к спорту и своим детям. Старшая дочка профессионально занимается лыжами. Сын, как и отец, отдал предпочтение футболу. В первую очередь, конечно, здесь собираются все ветераны, которые старше меня намного, и мои друзья. Пообщаться, вспомнить, кто ушел. Футбол очень жизни помогает. И в плане общения, и в плане приобщения молодежи к этому. На поле ветераны поделились на две команды. Те, кто пришел в любимую игру в 80-е, противостояли футболистам, начинавшим свой путь в бесшабашные 90-е. Победил опыт. Кубок турнира ушел старшим ветеранам. Однако, даже во время игры на поле чувствовалось, что противостояние товарищеское. И все игроки в первую очередь друзья, а не соперники, поддерживающие хорошие традиции щелковского футбола. Следующая встреча в рамках турнира должна состояться летом, уже на большом футбольном поле. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».